Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Бухаев. Сегодня в Карачаево Черкесии отметили День призывника. По традиции, проходит он в самый разгар осенней кампании. В городском дворце культуры при участии представителей органов власти республики, военного комиссариата, а также юноармейцев и детских коллективов состоялось мероприятие, за которым наблюдал наш корреспондент Артур Мкце. В отечественном календаре дату этого праздника есть конкретный день, 15 ноября. Указ о его учреждении 30 лет назад подписал в то время глава государства Борис Ельцин для поднятия престижа и значимости армейской службы и военно-патриотического воспитания молодежи. Впрочем, в большинстве случаев праздник стараются приурочить к массовому призыву на срочную службу. К месту проведения мероприятия прибывает военная техника. У молодежи есть возможность примерить на себя амуницию, потрогать оружие, узнать больше о содержимом сухпайка. В этом рационе питания входят мясные консервы, каши входят, галеты входят, полностью повидло и так далее. Сыр плавленый входит, пюре из бабок входит, пашкет печеночный входит, средства для подогрева этого пайка, то есть можно его подогреть прямо в полевых условиях. Во Дворце культуры было около трех десятков молодых людей из разных городов и районов Карачао-Черкесии, которые в ближайшие дни приступят к прохождению срочной службы. Я отучился, у меня юридическое образование. Уже время пришло по сроку как призывник. Также для работы нужен военный билет и у самого желания тоже есть. В армии хочу служить, потому что военник необходим по профессии, так как я юрист. Также хочу всех поздравить с днём призывника. Я считаю, что армия очень важна для мужчин и каждый уважающий себя мужчина обязан отслужить в армии. В этот день в адрес без пяти минут военнослужащих было сказано немало добрых и ободряющих слов. Представители региональных властей и военного комиссариата назвали их шаг важным взрослым. Совсем скоро вы будете призваны на срочную службу в вооружённые силы Российской Федерации. Это честь для каждой мужчины и гражданских долг для каждого гражданина своей страны. В истории российского государства много примеров славы и радной доблести российского воинства. Армия, да, это школа мужества, которую нужно пройти каждому юношу. Служба в армии, она не бывает лёгкой, простой. Ведь настоящий мужчина не боится трудностей и идёт служить в армии, чтобы научиться с оружием от себя, свою семью, свою родину. В нынешнем году осенняя призывная кампания впервые за последнее время стартовала на месяц позже привычного – 1 ноября. Около 400 жителей республики совсем скоро отправятся в армию для прохождения срочной службы. Пока же у них была возможность увидеть на сцене то, чему предстоит научиться в рядах российских вооружённых сил, а также понаблюдать за отточенностью движений юноармейцев и зажигательными песнями и танцами творческих коллективов. В рамках проекта Народного фронта «Всё для победы» в Карачаево-Черкесии продолжается посильный сбор, поддержку наших военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом нам рассказала руководитель регионального исполкома Людмила Капушева. Сейчас мы говорим именно о военнослужащих, которые ушли из Карачаева-Черкесской республики, то есть это наш региональный сбор. И одновременно вы видите, что продолжается работа пункта приёма гуманитарной помощи. Здесь также помощь и для военнослужащих, и для мирного населения. Практически каждый день сюда приходят к нам люди, передают необходимые вещи. То есть мы работаем по непосредственно заявкам, перепроверяем и отслеживаем, чтобы всё дошло действительно до наших ребят. Хочется призвать всех неравнодушных жителей присоединиться к нашему сбору «Всё для победы». Это возможно сделать как денежным переводом, по QR-коду, достаточно просто всё, так и принести необходимые вещи. Все подробности можно узнать на сайте «Всё для победы», на вкладыше именно сбора регионального по Карачаево-Черкесской республике. Там же и реквизиты для перевода. Пункт приёма у нас находится в городе Черкесске, проспект Ленина, 34, это Дом профсоюзов. Ну и все подробности, какие-то дополнительные вопросы вы можете уточнить по нашему рабочему номеру телефона. В Доме правительства состоялось совещание по итогам проведения ГИА в республике. В этом году и к подготовке государственной итоговой аттестации в следующем под председательством вице-премьера Дмитрия Бугаёва в очно-дистанционном формате. Собрались начальники отделов в образовании, специалисты, курирующие организации и проведение ГИА, а также СМИ. Был представлен подробный анализ проблем итогов ГИА в 2022 году каждого района. Особое внимание участникам совещания было обращено на объектную оценку результатов успеваемости обучающихся и на необходимость повышения качества обучения, отметив, что вся ответственность за качество обучения возложена на руководителя образовательных организаций. Главная задача сегодняшнего совещания – еще раз проанализировать итоги проведения государственной итоговой аттестации, сделать выводы, организовать работу на каждом уровне так, чтобы все участники экзаменов имели равные условия для комфортного прохождения экзаменационных испытаний. В государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования приняли участие 4739 выпускников девятых классов. Было задействовано 30 пунктов проведения экзамена, из них 7 пунктов на дому, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер ночью южный, днем западный – 4,9 метра в секунду. Температура ночью минус 2, плюс 3. В горах до 7 градусов мороза, а днем до плюс 16. И местами 5-10 выше нуля. В Черкесске без осадок. Ветер ночью южный, днем западный – 4,9 метра в секунду. Температура ночью 0, плюс 2, а днем – 11-13 градусов тепла. Окна в рассрочку! Оконный комбинат! 8-938-333-90-00 С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». В Донбайе завершился межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти героя России, генерал-майора авиации Кономата Хусеевича Баташева. Более 150 сильнейших спортсменов в пяти возрастных категориях приняли участие. В течение недели выявляли самых лучших, наиболее яркие моменты и результаты спортивных состязаний в репортаже Ахмата Халкичева. Этот традиционный турнир всегда был посвящен защитникам перевалов Северного Кавказа. В этом году организаторы решили посетить состязание памяти героя России, нашего земляка, генерал-майора авиации Кономата Хусеевича Баташева. Участников турнира на торжественном открытии поприветствовали почетные гости и мэр Карачаевского городского округа Марат Крусов. Я всем участникам желаю хороших результатов, хорошего настроения и победительнейший. Все выступавшие без исключения подчеркивали важность таких памятных турниров в деле воспитания подрастающего поколения. Ведь именно живая память о героях своей отчизны прежде всего и задает правильные ориентиры для молодежи, отметил и родной брат Кономата Баташева Марат. Мне очень сильно понравилось, что уделяется такое внимание молодежи. И я думаю, молодежь в наше будущее, молодежь ответит нам благодарностью и покажет большие результаты. Оспаривать звания лучших в своих весовых категориях в нашу республику съехали сильнейшие боксеры из восьми регионов страны, а также республики Абхазия. С первых же боев стало понятно, что жарко будет не только на ринге, но и на зрительских местах. Хорошо отточенная техника и правильно поставленные удары спортсменов сразу же определили предельно высокий уровень конкуренции. В числе первых в полуфинал пробился воспитанник спортивного клуба «Ини» из Черкеска Кером Кальчиев, выступавший в весовой категории 50 килограмм. Соперник такой неудобный, был физически силен тоже, нормально боксировал. Я пытался работать вторым номером, чтобы я знал, что он будет идти вперед. Я его чуть прочитал и работал вторым номером. У меня получилось потом в третьем раунде начал чуть порубиться и в конце третьего раунда снял его техническим нокаутом. Межрегиональный турнир шел в течение шести дней. Более 150 сильнейших боксеров выступали в 30-ти висовых категориях. В финальные бои в день закрытия турнира посетили депутаты республиканского парламента. Председатель комитета по национальной политике Налур Стимрезов, обращаясь к организаторам, помимо слов благодарности в их адрес, внес еще и свое предложение. Хотелось выбирать организатора благодарность за то, что почтили память нашего героя. И хочется, чтобы этот путь был ежегодным. И наши ребята, наш спорт в России вышел на новый уровень и прославляли свою малую и большую родину. В предложении парламентария организаторами было воспринято с одобрением. Впредь эти традиционные боксерские состязания будут посвящены памяти героя России Ханамата Баташева. В мае этого года Ханамат Кусеевич, возвращаясь после очередного успешно выполненного боевого задания, в зоне специальной военной операции получил информацию, что превосходящими силами противника заблокирована одна из штурмовых групп наших войск. Без особых раздумий боевой генерал принял решение идти на смертельный арест и ценой собственной спас жизни сотен солдат. Он всегда добивался поставленных целей, как бы они трудного ни было. То есть его целеустремленность и воля. По итогам работы судейской коллегии турнира наибольшее количество медалей высшей пробы завоевали спортсмены из нашей республики. На втором месте боксеры Ростовской области, а замыкают тройку лидеров – участники из Чеченской республики. Ахмат Калкечев, Али Бастанов, Вести Крачаево-Черкесия, Домбай. Герои с вечно русским сердцем. В картиной галереи Черкеска открылась фотовыставка, посвященная подвигам солдат и офицеров Красной Армии, освобождавших Украину от немецко-фашистских захватчиков и нынешним героям-участникам СВО. Подробнее в репортаже Корчибиджиева. Концептуальный замысел выставки заложен названием «Герои с вечно русским сердцем». После освобождения Можайска от фашистов Илья Эренбург написал, 130 лет спустя Бородино снова увидело героев в других шинелях, но с вечно русским сердцем. В годы Второй мировой за мужество и отвагу, проявленные в ходе освобождения Донбасса и Харькова, при форсировании Днепра, звания Героя Советского Союза были удостоены тысячи воинов Красной Армии. Тогда за свободу и независимость Родины, плечом к плечу, воевали представители всех национальностей нашей великой страны. На выставке отражены не только те, которые сейчас воюют на Украине, многие из них достойны этого звания, к сожалению, посмертно, но и тем, кто освобождал Украину во время Великой Отечественной войны. Поэтому все желающие, кто могут приходить, смотреть документальный фильм, могут посмотреть, посвященный и Великой Отечественной войне, и спецоперации, военной спецоперации на Украине. Каждую среду дети мобилизованных могут посмотреть любые выставки, которые мы экспонируем в музее бесплатно. Внукам и правнукам поколения победителей снова пришлось вновь встать на защиту исторической памяти, своей земли и своих близких. Отважно, героически, не щадя своих жизней, сражаются бойцы разных национальностей со всех уголков России. Это история их мужества, и она отражена на выставке. Подвиги разведчиков, десантников, танкистов, летчиков-асов, морских пехотинцев, героев медицинской службы и многие другие. Я сюда пришел посмотреть на много достопримечательностей. Я узнал много достойных героев, которые сражались за нашу Родину, и бились отважно, не боясь ничего, особенно троих танкистов, которые разрушили одним патроном весь экипаж. Они послужили для нас примером, для нашей нынешней молодежи, нашей страны. Проект создан Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Выставка была представлена в ряде регионов России, и в каждом экспозиция дополняется материалами о героях-уроженцах того или иного края. Проект, рассказывающий о подвигах наших героев, прошлого и настоящего, со временем будет развиваться и объединяться под новым названием «Герои и подвиги». Историческая драма «Сердце Пармы» установила несколько рекордов в прокате. Фильм сняли по одноименному роману Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. В центре истории запретная любовь князя Михаила и ведьмы-язычницы Тичи. Впереди выходные и есть прекрасная возможность сходить в кино на «Сердце Пармы». Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Ну-ка все вместе». Приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова